В качестве же центральной темы настоящего выпуска хотелось бы рассмотреть развитие практики, связанной с действительной налоговой обязанностью налогоплательщиков. Следует заметить, что, на мой взгляд, развитие данной практики именно в рамках Верховного суда началось в конце 2016 года с дела об нефтегеологии. В чем заключался спор? То, что в отношении налогоплательщика была проведена выездная налоговая проверка и был скорректирован налог на добычу полезных ископаемых в сторону его увеличения. Но при этом следует учитывать, что НДПИ учитывается в качестве расходов по налогу на прибыль, и налогоплательщик требовал от налогового органа, чтобы, соответственно, были скорректированы налоговые обязательства по налогу на прибыль. Но налоговый орган этого не сделал, и, скорее всего, честно говоря, не помню, но, скорее всего, одним из аргументов было то, что у налогоплательщика есть право на подачу уточненной налоговой декларации. Соответственно, дело дошло до судебной коллегии по экономическим спорам, и судебная коллегия приняла сторону налогоплательщика, указав, что действительно, если в предмет налоговой проверки входит не только НДПИ, но и налог на прибыль, соответственно, налог на прибыль в связи с доначислением по НДПИ должен корректироваться. Но в целом эта позиция, она, во-первых, развивает идею о том, что налогоплажение носит системный характер, и, значит, изменение по какому-то одному налогу с высокой долей вероятности может влечь определенные последствия и по другим налогам. Во-вторых, четко формулируется цель налогового контроля, а именно то, что налоговые органы должны определять действительную налоговую обязанность, и, соответственно, не могут учитывать только те обстоятельства, которые выгодны для бюджета. Ну и, наконец, следует обратить внимание, что данное дело, оно вошло в уже упоминавшийся обзор Верховного суда, первый в 2017 году. И это означает, что, в общем, Верховный суд ориентирует ниже стоящие суды на то, чтобы они обращали внимание на то, каким образом проводится проверка и определил ли налоговый орган действительно налоговую обязанность. Следует заметить, что данный подход продолжает развиваться и в 2017 году, и подтверждением этого является дело «Газпромнефти». Ну, по сути дела, в данном деле отражена та же позиция, что и в деле об нефтегеологии, и свидетельством этому также является прямая ссылка на дело об нефтегеологии в деле «Газпромнефть». Но здесь это дело интересно тем, что судебная коллегия развернула довод о том, почему аргумент налогового органа о том, что налогоплательщик может подать уточненную налоговую декларацию, он не правомерен и, в общем-то, не должен приниматься во внимание судами. Во-первых, было указано на том, что на налогоплательщика возлагается необоснованная обязанность по подаче уточненной налоговой декларации. Во-вторых, был повторен тезис о том, что, по сути дела, то, что налогоплательщик подает уточненную декларацию, не отменяет того факта, что налоговый орган не выполнил свои обязанности по определению действительных налоговых последствий в рамках налогового контроля. Ну и наиболее важным и таким понятным тезисом, который приводится судебной коллегией по экономическим спорам, является то, что подача уточненной декларации не позволяет корректировать штрафы и пения, то есть идет прямое нарушение имущественных прав налогоплательщика. В этой связи довод налогового органа о том, что налогоплательщик может подавать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль, в том случае, если ему доначислены какие-то налоги, которые учитываются в качестве расходов, такой довод является необоснованным. Соответственно, вот эта аргументация может использоваться налогоплательщиками в аналогичных спорах, либо в каких-то иных спорах, где всплывает аргумент налогового органа о праве налогоплательщика подавать уточненную налоговую декларацию. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.